Привет! Меня зовут Таня. В данном видео я покажу, как нарисовать выкройку такого платья для вашей куклы. Для этого нам понадобится голенькая куколка, линейка, карандаш, ножницы, сантиметр и лист бумаги плотный. Это может быть картон. Делаем замеры. Возьмите вашу куклу и замерите ее обхват. Моя куколка 9,5 сантиметров в обхвате. Добавьте к той цифре, что у вас получилось 1,5 сантиметра. У меня было 9,5. Добавляем 1,5. Значит, 11. Отмечаю 11 на бумаге. Дальше снова берете вашу куколку и измеряете длину. Сейчас мы будем измерять длину платья вот этого участка. Подмышкой прикладываем сантиметр и решаем для себя, какой длины мы хотим платье. Я хочу, чтобы мое платье было коротенькое, 4 сантиметра. К 4 сантиметрам добавляю плюс 1 и отмечаю. У меня получилось 5 сантиметров. После этого рисуем прямоугольник. Когда прямоугольник готов, переверните бумагу и отметьте здесь середину большей стороны. У меня здесь сторона 10,5 сантиметров. Значит, вот этот отрезок 5,5 и 5,5. Теперь возьмите снова вашу куклу. Сейчас мы будем определять, на каком уровне и на какой высоте будут наши вот такие вот клинья. В новой выкройке я хотела бы, чтобы клинья были чуть-чуть ближе друг к другу. Я считаю, что так будет красивее. Берем сантиметр, прикладываем к груди. На примере моей куколки я вижу, что клинья должны находиться где-то на таком уровне. У меня это 1,5 сантиметра. Если 1,5 сантиметра разделить на 2, то у нас получится по 0,7 сантиметра. Или 7 миллиметров, другими словами. Отмечаем по 7 миллиметров с каждой стороны от центра. 7 миллиметров здесь и 7 миллиметров здесь. Это и будут наши клинья. Снова берем нашу куклу и на глаз определяем, где у нас будут начинаться вершины клиньев. Я хочу, чтобы они начинались где-то вот здесь. Замеряем линейкой. От вершины, которые я нарисовала до сантиметра, тоже 7 миллиметров. Запоминаем эту цифру. От отмеченных ранее точек отмечаем по 7 миллиметров. 7 миллиметров и 7 миллиметров. После этого соединяем вершины клиньев с серединой. Помните, вот это расстояние у нас составляет 7 миллиметров. Вот в эту сторону мне надо отметить чуть-чуть меньше. Здесь придется определяться интуитивно. Я, поскольку у меня куколка маленькая, речь идет о миллиметрах. В эту сторону я отступлю 5 миллиметров. И здесь 5 миллиметров. Почему это будет... И снова закрываем. Эту сторону я сделала чуть-чуть меньше, чтобы клинья не заползали сильно подмышки кукли. Одна часть выкройки готова. После этого ее можно вырезать. Только что мы нарисовали и вырезали выкройку нижней части платья. А теперь приступим к верхней части. Это будет самое легкое. Прикладываем сантиметр кукле в том месте, где мы хотим, чтобы начиналась наша фатиновая юбка. Я думаю, что у моей куклы она будет начинаться где-то вот здесь. Дальше сами определяете, какой длины фатиновую юбку вы хотите. Вровень с нижней юбкой, длиннее или короче. У меня она будет, наверное, вровень с нижней юбкой. 4 сантиметра. Ну или давайте 4 с половиной. Отмечаем 4 с половиной сантиметра на бумаге. Дальше помним, что у нас вот эта сторона была 11 сантиметров. 11 сантиметров я умножаю на 2. Это будет 22 сантиметра. Если вы хотите, чтобы ваша верхняя юбка фатиновая была еще пышнее, можно немного больше. Если у вас не хватает его или меньше фатина, тоже ничего страшного. Просто юбка будет менее пышная. Значит, 11 сантиметров я умножаю на 2 и отмечаю 22 сантиметра. Вот 22 сантиметра я отметила. И снова рисуем прямоугольник. Вот такой большой прямоугольник получился. Теперь снова его вырезаем. После этого наша выкройка готова. Можно приступать к пошиву изделия. В следующем видео я покажу, как шить платье по данной выкройке. Оставьте свой комментарий, получилось ли у вас нарисовать выкройку. Напишите, все ли было понятно. Спасибо!